всем привет с вами канал mobile review меня зовут эльдар муртазин у нас сегодня vision про vision про две недели как с небольшим вышло я играю с этой игрушкой практически все это время с перерывом на поездке в поездке я не брал потому что меня так же как в любом шлеме укачивает и про эту проблему мы поговорим отдельно это не заслуга или недостаток конкретно vision про это характерно для любого шлема виртуальной реальности особенно у которого есть пасу то есть вы можете видеть окружающий мир и что-то внутри делать игрушка это классная игрушка в нее классно учиться играть она она совершенно бессмысленна в жизни но во всяком случае я не понимаю вот у всех людей которые пользуются vision про пользуются именно вот как пользуются я задавал один и тот же вопрос зачем ответ на него мы найти не можем все кому я давал vision про как-то сходится в одном о круто прикольно классно что-то новое очень дорогое а потом тот же самый вопрос зачем возникает и вот этот вопрос он висит в воздухе потому что я посмотрел американские видео ну потому что они появились намного раньше они появились там второго числа когда начались продажи даже чуть раньше там первым но большинство покупал также как и я кота в мешке то есть вот для меня это были рекламные ролики и непонятно что внутри непонятно как с этим жить у меня богатый опыт достаточно общение с разными гарнитурами это ищите сивай шлем это квесты там 3 квест про ну и так далее и я знаю что это такое и при этом желание пользоваться этим ежедневно у меня не возникало потому что там нет никаких задач которые бы могли меня подкупить это у молодцы потому что маркетинг уровнем бог они раскачивают это все и большая часть роликов например в россии она была от людей которые пользовались этой гарнитурой но вот буквально пару-тройку часов вот им привезли эту гарнитуру там стояла такая очередь на очередь из желающих сначала там два-три часа у одних потом два-три часа у других и там перепродавцы серые продавцы собирали медийные ссылки на себя что они молодцы они первыми привезли сюда в россию что-то но это даже называется но это первый взгляд да по сути хотя многие уже это называют обзорами и прочими вещами на мой взгляд надо пользоваться для того чтобы делать какие-то выводы и за два-три часа какой-либо вывод сделать невозможно иногда люди придумывали какие-то вещи которые совершенно но вот когда ты не общаешься с устройством долго придумывали вещи что она работает там крайне долго и так далее два два с половиной часа два с половиной часа это просмотр видео то что заявляет компания apple если работать с подключенным питанием ну да можно работать долго вплоть до целого дня но про это все поговорим отдельно я наверное начну мне вот прям коробка выпадает тоже закрытие и окончать нельзя значит версия у меня они отличаются по версии памяти цвет всегда один белый 256 512 1 терабайт ну и цена начинается 3 499 3 699 и по моему 3899 долларов за каждую версию обязательно помните о том потому что я вот эту ошибку не люблю ошибку в которую попадаются все кто особенно не было в сша что просто переводят знаете берут вот эту цену ну например 3 500 в долларах и умножают на текущий курс но как бы в большинстве штатов сша есть налог соответственно если мы говорим о например нью-йорке где можно купить эту гарнитуру то цена будет умножаем 3 500 на 8 75 процента но почти на 10 процентов и набегает 350 баксов вот прямо из ниоткуда примерно да то есть уже 3 850 почти 4000 это будет примерно 400 тысяч рублей ну примерно до меньше наверное курс не помню какой сейчас 90 рублей но будет не 400 350 что такое и если говорить про российские цены российские цены конечно выше значительно если мы берем розницу крупную видео рестор и так далее то цен начинаются от 650 тысяч рублей и выше особенно в первые дни ну и сейчас они такие на сером рынке уже можно купить эти гарнитуры через две недели спустя две недели с небольшим даже уже почти три недели я бы сказал их можно купить практически за стоимость в америке почему так происходит потому что первичный спрос прошел в россии продано совокупно порядка четырехсот гарнитур с одной стороны это много в деньгах с другой стороны это очень немного и вряд ли до конца года будет продано больше чем несколько тысяч штук мой первоначальный прогноз был 5000 штук сейчас я могу сказать что но нет 5000 штук не будет продано потому что очень странное устройство и непонятно куда мы идем и что с этим устройством делал но после такого интро про это устройство я предлагаю распаковать коробочку и посмотреть что там внутри и дальше пройдемся по всем характеристикам этого устройства так что нас ждет в коробке коробка достаточно большая типичная для apple и вот когда вы открываете перед вами лежит вот так гарнитура коробка уже много раз открывалась тем не менее значит достаю гарнитуру откладываю в сторону и давайте посмотрим что нас ждет внутри значит изначально на гарнитуре есть вот такое мягкое оголовье бэнд и если мы посмотрим то в комплекте есть еще второй доллубин он сделан для тех кто не уверен что будет держаться вот это оголовье сделан он очень-очень но на мой взгляд неприятно по сравнению со стандартным объясню почему то есть он фиксируется как на затылке так и на верхней части головы размер м к у меня размер нужно подбирать вообще при покупке vision pro вам нужно отправиться в магазин это требует в сша практически от всех покупателей примерить это личная вещь вам нужно примерить гарнитуру ну и во первых пространственный компьютер apple просят всех буквально настаивать не называете это вир шлемом не называете это дополненной реальности называйте пространственным компьютером и так вот этот ободок он намного но что-то такое получается у нас он намного хуже я его пробовал м к на мою голову налезает совершенно спокойно но мне он не нравится он тугой он неприятные устройство весит достаточно много это больше 600 грамм без учета батарейки батарейка отдельно сейчас про это поговорим и поэтому я могу сказать следующее что вот этот долл бэнд неудобен откладываем его в сторону тут есть очень простая инструкция как его использовать значит что у нас есть у нас есть вот такая тряпочка тряпочка polish and close которую можно использовать для того чтобы протирать линзы и тряпочка действительно нужно потому что линзы снаружи как минимум марки и вам придется скажем так использовать эту тряпочку и так у нас есть также сейчас я попробую достать улайт сил кашин он ставится отдельно на вот вы видите то есть вот он он устанавливается на ободок с точки зрения зрения вам нужно использовать контактные линзы в очках пользоваться гарнитурой нельзя если вы хотите что-то здесь делать либо линзы и это очень неприятно но про неприятные последствия мы сейчас поговорим отдельно но карл сейс партнер компании apple в сша вы можете то что называется prescription по рецепту получить диоптрии и заказать vision про с диоптриями для себя в этом нет никаких проблем в очках пользоваться еще раз подчеркну не получится вы просто не сможете даже надеть гарнитуру а учитывая что гарнитура отслеживает движение ваших глаз и на этом все построено внутри то конечно же это будет неприятным моментом идем дальше что у нас есть значит здесь у нас нет ничего у нас есть инструкция инструкция выглядит но начинается это просто красочная коробочка картинка в которой пахнет полиграфия чем-то таким заморским ну вот почти уже потерпите чуть-чуть комплект поставки почти мы прошли весь тканевый usb type-c usb type-c провод он полтора метра зарядного устройства казалось бы не должно быть но нет оно есть сейчас аккумулятор достану про него мы поговорим отдельно и 30-ваттный зарядник но естественно все производится под америку американская вилка обычный зарядник 30 ватт от компании apple ну и провод под него для того чтобы заряжать то есть здесь добавили в комплект вообще все что только можно ну и давайте разбираться во всем этом но начнем мы конечно разбираться с батареи который можно купить отдельно за 200 долларов плюс налоги и поговорим сейчас про батарейку потому что это важно без этой батарейки собственно ваша гарнитура работать не будет а батарейку придется таскать в карманах и постараться не запутаться в проводах и так батарейка 353 грамма металлический корпус это одно из самых уязвимых мест в конструкции vision про почему потому что батарейку белкин продает кстати говоря уже чехол для того чтобы повесить на пояс на плечо куда-то эту батареечку и носить ее с собой первое что я хочу сказать у многих может возникнуть обманчивое впечатление что батарейка огромная и вот здесь мы придем к тому что как оценивать емкость батареи 3166 миллиампер час всего лишь скажите вы не торопитесь на самом деле батарейка выдает вольтаж это 13 вольт и 6 ампер но это максимальные характеристики поэтому эта емкость не должна вас смещать она действительно мощная если мы говорим про 30 ватную зарядку батарейка поддерживает usb power delivery здесь есть usb type-c разъем и если мы говорим о работе этой батарейки то она обеспечивает как я сказал от двух до двух с половиной часов работы гарнитуры гарнитуры достаточно прожорлива фирменный разъем сейчас я покажу как подключать его он фиксируется жестко и жестко зафиксированный кабель и вот тут мы приходим к очень интересным решением давайте посмотрим на батарейку вблизи и так батарейка металлический корпус это прямо металл металл я бы на месте apple конечно но вообще стилистика макбук менее типичная стилистика от apple алюминий все хорошо здесь сделана вставка здесь есть характеристики тканевый провод дорого-богато и в общем-то понятно почему 200 долларов стоит такая батарейка первое на что обращаешь внимание обратите внимание здесь светодиодный индикатор этот индикатор при зарядке зажигается но не горит загорается точнее зажигается это другое загорается но не горит постоянно определить насколько заряжена батарея вы можете только на подключенном айпаде айфоне или не непосредственно vision про значит стандартный зарядник на 30 ватт заряжает батарею почти два часа если взять 65 ватт power delivery здесь то это полтора часа обратите внимание вот сейчас я тронул батарейку загорается индикатор батарейка заряжены на сто процентов каким образом это происходит батарейка реагирует на нажатие я либо когда вы по ней слегонца стучите usb type-c как я уже сказал поддержка power delivery а вот кабель здесь сделан съемным вот это отверстие для того чтобы кабель вы могли снять достаточно надавить там пружина и пружина выщелкивает вот такой вот кабель это не lightning это фирменный разъем созданный под но он выглядит как такой знаете широкий lightning это не lightning ни в коем случае разъем создан специально под это устройство подвижен фронт почему важно знать что разъем можно вынуть многие пользователи у меня была такая же проблема через неделю случилось вообще это случается где-то на 6 7 день у кого-то да у кого-то нет но случается следующая вещь батарея прекращает по какой-то причине заряжаться неизвестно по какой перезагрузить батарею можно выгнув кабель то есть у нее есть свои мозги эти мозги скажем так зависают из-за чего-то внимание кабеля перезагружает электронику внутри батареи все достаточно просто то есть по сути если у вас вдруг батарейка вот у меня было как у меня батарейка стала заряжаться до 40 процентов я подумал о как разогналась батарейка классно шикарно у меня сразу не загорается зеленый доходит до 40 процентов и на этом все то есть вот это видно vision про и все встает и здесь конечно было грустно но видите вынул кабель подождал 10 секунд вставил кабель подождал 10 секунд поставил на зарядку все пошло в америке не всегда это помогает ну я читал на реддите что не всем это помогает тогда люди отправляются в сервис apple в россии сервиса apple нету поэтому обращаться надо к продавцу если это серый рынок то вы остаетесь один на один со своими проблемами об этом поговорим позже с другой стороны давайте посмотрим на вот эту блямбу хочется хотелось верить да заочно что это максов нет это не максов это шестиконтактный разъем он тоже алюминиевый который подключается собственно к левой части гарнитуры достаточно надежно сделана конструкция и вот здесь мы приходим к очень таким непопулярным на мой взгляд решением почему сделали разъем не максейфом вот можно было бы примагнитить вот так и собственно все потому что когда отрывается разъем например выдвинули потянули за провод у вас сразу экстренное тут нет никак никакой электроники с точки зрения аккумуляторов питания у вас сразу экстренно гаснут очки и вы теряете питание это неправильно для операционной системы для устройства поэнда и для вас в общем это неприятно если у вас сразу вышли шли смотрели на мир через очки вдруг они погасли то это плохо значит ставим по риске не заполненной и поворачиваем все провод зафиксирован вы видите тут есть индикатор начинает работать гарнитура включилась что рекомендует компания apple компания apple рекомендует оставлять всегда подключенные гарнитуру потому что у нее есть свой вай фай она подключается к вашей сети к вашим устройством синхронизирует данные и поэтому рекомендуют собственно держать вот так батарейку и подключать ее к сети я не знаю возможно это хорошая мысль возможно не очень хорошая мысль но да почему бы и нет вот вы слышите как запускается гарнитура тут собственно говоря два динамика находится они очень неплохие особенно когда они на вас другое дело что окружающие слышит все что происходит и так а батарея кто-то может купить запасную батарею и носить ее с собой 350 грамм тяжело разместить в кармане разместить рядом с собой провод практически не перекручивается он достаточно длинный для того чтобы батарея была в кармане джинс например но есть другая проблема если вы действительно долго хотите пользоваться гарнитурой вам либо нужно подключить батарею к источнику питания либо когда разряжается эта батарея и у вас есть запасная вы отключаете здесь батарейку ваша гарнитура выключается вы не можете этого избежать никак и дальше подключаете новые то есть горячая замена здесь не предусмотрено как таковая так выглядит эта гарнитура весит она больше 600 грамм в основном в передней части естественно вся электроника находится здесь и у нас конструкция вообще выглядит следующим образом защитный чехол он достаточно приятный ну то есть вы видите бархатка такая когда вы ходите в карман куртки помещается защитный чехол в карман джинс конечно его уже не положишь если вы вдруг на улице дальше собственно сама гарнитура сама гарнитура имеет множество камер камеры 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 они нужны для того чтобы получить полный обзор у гарнитуры есть активное охлаждение то есть для того чтобы она не грелась она может шуршать вентиляторами не очень громко обдув приятный скажем так но все равно этот шум слышен даже если играет музыка но это не вот такое шумение алюминий я бы выбрал другой материал чтобы облегчить как бы вес гарнитуры но где я где инженеры apple ну и собственно клавиши управления у нас есть digital crown ее можно вращать для того чтобы зумировать какие-то вещи менять яркость и так далее кстати говоря вот вы вывод вентилятора он здесь охлаждение кнопка позволяет нажимать на нее можно нажимать и вызывать соответственно меню с приложениями и левая клавиша на нее назначена по умолчанию фото или видеосъемка две клавиши это скриншот того что вы видите в гарнитуре давайте посмотрим дальше значит что у нас есть если мы посмотрим на линзы сейчас мы до них доберемся но вот сама маска да она очень похожа на маску для подводные для подводного плавания облегает приятно лицо значит маска состоит из двух частей на магнитике фиксируется очень мягкая штука но уже через час ношение маски я вам сразу могу сказать что несмотря на то что она мягкая остаются отпечатки на лице какой бы формы не было ваше лицо и очень сильно давит на нос то есть на лице через час уже видны прям отпечатки всего чего только возможно сама маска но вот тут металлический кант очень очень приятно по краю идет надпись vision про дизайн by apple in калифорния собрана в китае это абсолютная правда здесь тканевый ну вот вокруг линз тканевое основание давайте я сейчас сниму собственно говоря кашин вот он вот такой приятный это синтетический материал тот самый fine boven в данном случае он приятный и кстати говоря вот здесь я боялся что у меня будет потеть голова нет не потеет его можно подобрать под себя напомню еще раз размер нужно подбирать под себя значит что у нас с линзами 2 микро лет дисплея внутри высокого разрешения к сожалению вот вам показать в прямом смысле то что вы видите в очках я не смогу в высоком разрешении потому что все видео которые записываются они в относительно низком разрешении и более тусклые чем то что вы видите глазами то есть гарнитуру нужно пробовать вы можете дойти на неглинный магазин restore чтобы попробовать совершенно бесплатно гарнитуру посмотреть что это такое как она работает и так далее но до этого момента даже если вы смотрите самое самое яркое видео вы не увидите и не поймете как эта гарнитура работает что она умеет и так далее что с этой гарнитурой важно знать важно знать что пальцами знаете как это пальцами яйцами в соль не лазить вот ровно так же это оптика ее можно аккуратно тряпочкой из комплекта протирать если она вдруг заляпалась на лучше линзы не трогать тем более не обрабатывать никакими дополнительными жидкостями скажем так это приведет к печальным последствиям вот такая гарнитура давайте наверное пойдем дальше как ее носить что с ней делать в обратной последовательности собираю гарнитуру просто защелкиваю держатель дальше наша маска для подводного плавания защитный чехол мне не нужен тоже гарнитуры работают без него и вы помните что у нас в очках нельзя использовать эту гарнитуру обратите внимание это относительно неудобно кабель у нас идет прям по рычажку регулировки то есть вы можете держатель отрегулировать под себя причем достаточно сильно то есть стянуть я предпочитаю чтобы гарнитура не болталась чтобы при резких движениях она не двигалась не ерзала это действительно важно но и перетягивать тоже точно не стоит потому что дискомфорт возникнет намного быстрее вы знаете тут нужен баланс баланс связан с тем что гарнитура отслеживает движение вашего взгляда отслеживает очень хорошо и если вы смотрите на окружающий мир тут задержка 12 миллисекунд между камерами и тем что вы видите на экране это маленькая задержка с одной стороны с другой стороны она все равно есть и когда вы идете например по улице эта задержка немножко ваши мозги начинает плавить вот я последние предыдущие два дня пользовался гарнитурой достаточно часто сегодня с утра я еще не надевал и я могу сказать что у меня голова немножко вот знаете вот тут вестибулярка у меня так немножко я чувствую что что-то с этим миром не так как будто бы у меня появились новые очки которым я привыкаю то есть мозг и зрение пытается адаптироваться хотите вы того или нет поэтому сейчас поговорим отдельно но и так я снимаю очки сейчас я не буду в линзах у меня в данный момент очень сильно натянут band и вот собственно у меня включаются очки вы слышите звук наверное отлично теперь я вижу вас мне нужно у меня на гарнитуре стоит на дня на гарнитуре стоит пароль вот мне нужно здесь куда-то собственно говоря чтобы его не слететь себя со стола аккумулятор иногда когда вы начинаете двигаться провод может я не вижу его провод может перекрутиться поле вашего зрения вы сейчас не видите то что вижу я но я вижу свои руки вот они я вижу свои часы там все предметы на столе очки и так далее даже я могу включить телефон при этом вот сейчас телефоны экран телефона я вижу хорошо если вы будете на улице смотреть где внешнее освещение вы будете на улице смотреть на экран телефона то вы увидите немножко стробоскопический эффект тот самый шим и это не очень приятно на мой взгляд и так вообще про управление сейчас не буду говорить но смотрите да я затянул достаточно сильно сейчас я немножко отпущу я отпустил и вот у меня гарнитура начинает двигаться то есть слишком сильно подтянем вот так уже хорошо хотя нет она все равно двигается вот под затянул когда я затягиваю у меня начинает давить вот здесь вокруг глаз и давить вот здесь вот эта маска хочу я того или нет я пока разговариваю с вами включу что-то значит что здесь есть важного важного здесь есть персона это та функция которая многими любимой или не любимой персона эту возможность выводить создать ваш аватар он используется в при звонках фейстайме но также это аватар он копирует ваши эмоции закрываете вы глаза открываете вы видите здесь в низком разрешении это экраны которые вы видите кстати говоря я вижу свои пальцы вы видите глаза человека и кажется что он на вас смотрит такая кринжовая штука вот посмотрите мы вставили фотографии с этой персоной который сделал мой помощник для того чтобы вы увидели что это такое видео вставим не знаю но в общем штука такая своеобразная скажем так помимо персоны есть еще один момент вот у меня голова начал уже немножко кружится от происходящего хотя сижу всего пару минут я могу вращать ну то есть голову куда угодно но сразу хочу сказать что закачивать шею вам придется то есть шея у меня не слоновья но мощная под мой вес носить мою умную головенку в которой может быть не такие умные мысли или не так много мозгов но тем не менее шея у меня закачано достаточно сильно потому что я постоянно сижу за компьютером для тех кто не настолько усидчив это будет проблемой потому что центр тяжести смещен вперед сзади практически ничего нет давит вниз давит сильно то есть искривление искажения шеи нагрузка на шейные позвонки гигантской на самом деле гигантской это больше 600 грамм хотите вы того или нет да когда вы играетесь в какие-то функции играетесь в прямом смысле этого слова вы можете это как-то перетерпеть но через час вот максимально что выдержал я это час в гарнитуре вы снимаете понимаете что у вас шея вот здесь она просто ну как говорится болит вот у меня уже сушки вот я прям вернулся в мир это очень хорошо значит то о чем как правило не говорят потому что в коротком знакомстве понять что происходит крайне сложно всегда то есть надо пробежаться по рекламным каким-то посылом apple как управляется гарнитура я про это говорить сейчас не буду потому что но но это лишнее до сотни видео сотни роликов в полном обзоре на сайте я расскажу там приложу картинку как можно щипком управлять набирать кстати говоря текст можно просто прикасаясь клавишам как на квест набирать на виртуальной клавиатуре нельзя пока нельзя я думаю что это исправит потому что это есть в конкурирующих продуктах но что здесь прикольного о чем нужно сказать наверное до того как я про это поговорю я поговорю про негативные истории конкретно с этой гарнитурой вообще гарнитурами виртуальными или и r r гарнитурами шлемами что с ними не так негативные моменты связанные с восприятием гарнитуры и я сейчас буду говорить не про цену или какие другие вещи поговорим про очень простую штуку а именно укачивает тошнит или не тошнит потому что вы знаете я прочитал огромное количество обзоров и посмотрел огромное количество обзоров в россии не в россии и сразу могу сказать любой обзор в котором избегают темы укачивания тошниловки и подобных вещей он мягко говоря лукавый объясню почему самое главное чем сталкивается любой владелец гарнитуры от apple vision про от компании мета признанной экстремистской в россии там квест любой до htc вайф и так далее это головокружение то есть наши мозги виртуальной реальности в дополненной реальности когда мы видим мир через камеры этого устройства он начинает немножко теряться возникает легкое головокружение и вот здесь нужно понимать что все зависит от того что вы делаете в этой гарнитуре если вы сидите на месте вот как сейчас я и особо не вращаете головой резко там резких движений не совершаете головокружение наступит не сразу вы сможете проработать например час незаметно приспособитесь все будет хорошо потом снимаете очки начинается легкое головокружение я поставил на себе эксперименты честно скажу я не знаю кто-то ставил такие эксперименты или нет есть такой препарат но драме на препарат от укачивания в транспорте на самом деле таких препаратов несколько драме на один из них не сочтите за рекламу он от укачивания он успокаивает вестибулярный аппарат вот если пить таблеточку драмины до того как вы начинаете пользоваться vision про или другими какими-то гарнитурами становится получше если не пить ну в общем головокружение вам гарантировано я имел неосторожность плотно поесть выпить вина и с друзьями залезть в эту гарнитуру и я вам хочу сказать что конечно неприятные ощущения у меня сильно усилились я не ожидал даже что мой организм так отреагирует то есть алкоголь влияет причем но знаете как это нажал самуртазин нет не нажался я выпил но буквально бокал с небольшим вина после чего у меня вот прям негативные ощущения они сильно усилились то есть алкоголь усиливает эти ощущения если они да они есть можно ли вот что пропагандирует apple что в этой гарнитуре можно жить целый день и она заменяет вам весь мир компьютер телефон планшет и так далее нет в этой гарнитуре весь день жить нельзя но если вы не отбитый на всю голову фанат там чего-то больше того в этой гарнитуре ехать за рулем машины нельзя ну просто неприятно и опасно в этой гарнитуре ходить по улицам вы знаете ну ладно я мне надо протестировать посмотреть возможно человеку тоже я видел своими глазами на улицах москвы человека не вроде но я его не узнал в гарнитуре кто это но человек бодренько шел куда-то разглядывал все знаете там пальцами ловил вот это окошки где-то расставлял судя по тому это очень забавно кстати со стороны смотреть что делает человек и вот здесь я могу сказать следующее что на данный момент эта гарнитура также как любая другая с головокружением ничего не решает то есть голова кружится хотим мы того или нет дальше давайте идти помимо головокружения какие моменты еще есть для тех кто страдает от сахарного диабета имеет вот сейчас знаете там кто-то скажет сахарный диабет гарнитура как это связано связано это напрямую у диабетиков есть одна большая проблема у них изъян с точки зрения давления внутри глазного дна давление может быть высоким любой продукт это не только apple vision pro такого рода им противопоказан вообще если вы знаете что у вас диабет если вы знаете что у вас внутри глазное давление может быть высоким или уже высокая использовать этот продукт нельзя она приводит он приводит к тому что внутри глазное давление растет при частом использовании при использовании долгом и так далее об этом следует помнить вот прям большими буквами об этом нужно написать к сожалению apple пишет только что продукт запрещен для людей там младше 13 лет про диабетиков ничего не пишут но это касается любого вир шлема на сегодняшний день с крайней осторожностью потому что вы можете испортить свое здоровье следующий момент помимо мы дошли головокружение давление прочее красные глаза раздражение глаз сухость глаз и прочие вещи если вы очкарик как я я не могу использовать линзы я не люблю линзы у меня от них сохнут глаза любые линзы дышащие не дышащие когда смачиваешь постоянно резином и прочее но не мое это тем не менее если мы говорим о любом шлеме и apple не исключение как только вы используете линзы и долго находится в шлеме у вас пересыхают линзы раздражение глаз поэтому пожалуйста купите себе увлажняющие капли и там раза в 20-30 минут если вы прям погрязли в шлеме смачивайте свои глаза если у вас это есть кстати говоря это неплохой совет для всех кто пользуется таким шлемом потому что глаза пересыхают хотим это вы или нет увлажнения глаз нет вы просто изолируетесь от внешнего мира ну вот предупреждение а по состоянию здоровья наверное все сделал и сейчас сразу хочу сказать что вот я сижу у меня шея прямо затекла она напряженная хотя казалось бы я был в этой гарнитуре совсем ничего и немножко головокружения хотя тоже был всего ничего и так как работать с гарнитурой да все очень просто взглядом вот у меня сейчас клавиатура мне надо ввести паскод у меня паскод все нули как только я как только я смотрю перед собой взглядом то есть управление гарнитурой происходит очень просто вы взглядом выбираете то что вам нужно и дальше движением большого и указательного пальца нажимаете на то что вам интересно значит у каждого окошка внизу есть полоска белая вот сейчас я вы этого не видите но мы поставим видео которое снято на самой гарнитуре я могу окошко двигать я могу двигать его к себе от себя вот у меня щепок да могу разместить его в другом месте и могу сделать это с ценным количеством окон что важно знать очень часто особенно пользователя которые только-только начинают общаться с гарнитурой непривычно то что вы хотите видеть ваши руки вот вы поднимаете голову например нажимаете на digital crown вот я сейчас яркость подкручу отлично вот я нажал на digital crown можно вернуться обратно к тому что было у меня стоит заставка я на виноградниках где-то давайте я уйду двойное нажатие это переключение дополненная реальность или виртуальная реальность то есть я сейчас вижу ну собственно говоря камеру вижу свои руки все что происходит так вот в чем ошибка тех кто начинает работать с этой гарнитуры у меня здесь в гарнитуре снизу есть камеры и мертвых зон как таковых нету единственное мертвое но давайте покажу вам и так единственная мертвая зона которая есть она находится прямо у моего тела вот сейчас я управляю прекрасно вы видите что вот расстояние она комфортная это комфортное расстояние передо мной если же давайте вот так если же я буду руки держать вот так конечно у меня ничего не будет потому что камера их не отслеживает но уже вот на таком расстоянии просто полусогнутые руки они контролируются и я могу жестами управлять гарнитурой ошибка про которой я все пытаюсь рассказать но никогда этого не дойду заключается в том что вы в гарнитуре вот здесь видите где-то вот здесь иконки или наверху или сбоку и первое ассоциативное действие вы тянетесь к этой иконке вы хотите ее тронуть этого можно не делать вы можете просто сидеть внизу руки и управлять и но то что вижу то трогаю это вот как бы наша человеческая черта поэтому я тянусь вот у меня тут иконка окошко открылась я его передвигаю хотя я могу сделать направить взгляд схватить это окошко и просто его двигать вот как-то так просто управление если я посмотрю наверх у меня появляется такая выпадающая кнопочка вот я сделал так же как говорил что не надо делать я могу собственно говоря вызвать все настройки это просто статусная строка которая мне ну сейчас не нужно и так управление крайне простое продолжать рассказывать в гарнитуре бессмысленно мы сделали видео с гарнитуры внутри куча скриншотов я покажу это все управление достаточно простое вы его осваиваете за ну 15-20-30 минут максимум действительно все очень просто можно расставить кучу окошек вокруг себя и в рамках этого вы ну например открыть 4 youtube окна я не знаю зачем и переключаться взглядом между ними запускать просмотр ютюба возможно вам это нужно но в целом что я хочу сказать это прикольная игрушка и вот здесь мы приходим к тому что рассказал про управление рассказал про какие-то вещи я сейчас мы вставим видео в котором показывается как распределяются различные менюшки как можно управлять этой гарнитурой а все таки мне придется ее снова надеть для того чтобы вам показать одну простую вещь а именно когда я кстати набор вот мне нравится вот такой набор когда вы просто прикасаетесь клавиатуре и так что хочу сказать вот сейчас я сфотографирую вас и вы видели что у меня на внешних экранах такой белый всполох белый всполох из-за того что я фотографирую а могу долгим удержанием записывать видео то есть вот сейчас я записываю видео фото вот идет запись видео то есть вы видите что демонстрируется периодически идет всполох остановил запись можно включить запись к слову сказать так чтобы она шла и не держали вы эту клавишу то есть внешний экран помимо глаз еще служит напоминанием о том что вы что-то делаете подобное например снимаете окружающих окружающих правда если они не знают про vision про они не догадываются что вы их снимаете с этим кстати говоря есть большие проблемы давайте поговорим про приватность приватность это то о чем нужно говорить относительно этой гарнитуры потому что это индивидуальное устройство вы настраиваете его под себя тут есть пароль который вы можете задать и набирать его там каждый раз при входе но самое главное заключается в том что в этой гарнитуре не походишь по улицам не посидишь наверное в ресторане несмотря на все ролики которые мы видим из америки как люди даже за рулем ездить с этой гарнитурой что нельзя это запрещено законом любой страны водитель должен видеть и контролировать дорогу даже если у вас тесла тут большое количество камер эти камеры могут использоваться для записи поэтому с точки зрения приватности это устройство также как постепенно дроны оказались запрещены в большей части стран это устройство тоже будет запрещено для использования в публичных местах хотим мы того или нет в китае подобные законы уже рассматриваются в китае очень часто даже запрещен въезд в некоторые города теслам когда там проходят какие-то мероприятия причина банальная у теслы это не родная компания китайская у теслы большое количество камер 360 градусов телеметрия которую они пишут поэтому тесла не может попадать в такие города во время проведения тех или иных мероприятий тесла не могут быть на улицах этих городов вот знаете звучит диковато но это обратная сторона прогресса поэтому с точки зрения приватности конечно же это устройство которое используется в первую очередь дома дома не где-то еще это индивидуальное устройство да можно сделать гостевой аккаунт можно дать это устройство попользоваться кому-то но тут возникает вопрос дорогое устройство а как вы будете им пользоваться и здесь наверное мы переходим к выводам потому что выводов будет не так уж много знаете выводы которые можно сделать про этот продукт они диаметрально противоположные потому что очень часто я вижу подмену понятий когда мы говорим про любую гарнитуру не только vision про всегда возникает вопрос зачем она нужна мне в реальной жизни то есть вот эта гарнитура с точки зрения apple не гарнитура пространственный компьютер нужен для того чтобы что правильно для того чтобы вы могли работать с вашими документами смотреть кино и на сегодняшний день apple vision про имеет наилучшие экраны которые вы видите картинка просто это новый уровень тот же квест значительно ну как значительно хуже хуже не настолько хуже чтобы прям вау-вау но смотреть фильмы здесь одно удовольствие с точки зрения картинки другое дело готовы ли вы мириться с головной болью готовы ли вы мириться с головокружением с тем что у вас будут отпечатаны собственно говоря вот эта маска на вашем лице когда вы посмотрели кино а кино идет сегодня два часа два с половиной но и самое главное что я не представляю себе реального покупателя этого продукта но не виртуального покупателя в вакууме а реального для чего человек покупает и тратит большие деньги да я для америки почти четыре тысячи долларов и выше это много эта игрушка для богатых хотим мы того или нет и вот сейчас будет такая достаточно смешная наверное логику у меня и смешной вывод парадоксальный в чем-то такая гарнитура нужно чтобы бежать от реальности не вызывают сомнений да вы живете где-то в месте где у вас ну условно говоря например если мы берем азию живете в гонконге ваша халупа ваша квартира представляет из себя маленький гробик в котором не развернуться вам негде повесить телевизор вы ютитесь на 5 квадратных метрах где кухня спальня вообще все то есть есть люди кто так живет и вот для того чтобы смотреть кино работать чем-то вот такая гарнитура опять-таки для тех кто не вводит текст для тех кто потребляет контент это гарнитура это бегство от реальности можете смотреть кино на огромном экране круто круто но у вас скорее всего нет денег на такую гарнитуру если же вы живете в таких условиях эта игрушка для богатых ребят ну вот реально эта игрушка для богатых ребят я богатым не являюсь и поэтому со всей пролетарской ненавистью я пытаюсь понять зачем она мне нужна и за свои же деньги получать головняк не знаю то есть сценариев вот если брать телефон планшет компьютер сценариев по которым вам нужно работать в гарнитуре вообще слова работать в гарнитуре она не применимо абсолютно и по своим друзьям приятелям знакомым кто купил такие гарнитуры у меня набралось человек шесть богатых буратин вот мы обмениваемся мнениями и вы знаете я вывел очень важную вещь эволюцию эволюцию пользователя apple vision про эволюция выглядит примерно так вау у меня появился apple vision про ни у кого нету у меня там 3 4 февраля приехала в москву круто ты уже попробовал и вот мы начинаем обмениваться какими-то мнениями крутые экраны крутое управление то что руки не надо куда-то тянуть и это действительно классно и все знаете на таком энтузиазме почему бы даже это что-то новое и что-то распиаренное хорошо что-то продвинутые маркетологами действительно ощущение что ты получил доступ к каким-то технологиям будущего и тут обсуждение уже ли мы все будем жить вот в этой виртуальной дополненной реальности неважно ну вот что это будущее это будет здесь ищем какие-то треки настройки пробуем какие-то игрушки которых не очень много игрушки дополненной реальности но такие своеобразные скажем так разочаровываемся от того что нельзя посмотреть vr-видео с youtube а здесь но во всяком случае мне не удалось вся эта библиотека огромная которая есть она недоступна восхищаемся какими-то функциями когда можно загрузить сознание расслабиться и как сказала одна девушка которая купила эту гарнитуру она сказала она занимается йогой медитации прочими вещами она горит это лучшая штука которую я видела в принципе полное погружение ты можешь отключить сознание почти и это действительно круто она же через три-четыре дня сказала следующее блин они создали классную штуку но я не могу когда у меня на лицо давит это лыжная маска я не могу расслабиться классный звук классное погружение классная картинка но я не могу расслабиться потому что на меня физически давит и вы знаете вот это бегство виртуальную реальность для того чтобы расслабиться переключить сознание прочее это вообще странная штука как по мне это снова некий парадокс до парадокс когда устройство для бедных но продается для богатых чтобы расслабиться в реальной жизни надо бежать в виртуальную реальность ну странная история во всех смыслах что хочу сказать сейчас что происходит в америке есть ряд публикаций мы не знаем во-первых сколько было продано vision про говорят что там аналитик минко говорит что до 150 тысяч на этапе предзаказа вообще на двадцать четвертый год планировалось что произведут их всего где-то 400 тысяч штук первые две недели многие разочаровались и вот та самая эволюция мы не понимаем пользователи vision про мы не очень понимаем как ее использовать в реальной жизни две недели это достаточное время для того чтобы погрузиться изучить научиться достаточно свободно обращаться с этой гарнитурой и понять простую штуку что ежедневно она не нужна пример то же самое было у меня с разными шлем мечте си вайф или чем-то другим или квестом я не понимаю почему возвращаясь домой я должен достать гарнитуру надеть ее и что-то в ней делать нет таких задач правда нет когда с друзьями мы идем в р-клуб поиграть в какую-нибудь стрель стрелялку где кстати говоря шлем и там ищите сишные манипуляторы вам дают джойстики дают это прикольная вещь полчаса час побегать пострелять очень прикольно но не более того дома ты один не будешь это делать и это следующий момент это устройство индивидуальное о чем я уже говорил устройство которое абсолютно не подходит людям которые живут не одни если вы привыкли ну например вечером своей половиной сесть и посмотреть кино вам нужно два шлема как минимум но это будет странно если кто-то из вас сидит в шлеме а второй человек сидит без шлема но очень странно удивительно я бы сказал другой момент эта вещь все равно отрезает вас от внешнего мира несмотря на все заверения тоже парадокс парадокс заключается в том что вы находясь в шлеме вы не часть мира и посмотреть на себя со стороны как вы выглядите когда вы в этом шлеме никто не верит что вы подключены более того вы погружаетесь в те задачи которые вы делаете там играетесь во что-то и когда вас окликают вы не быстро откликаетесь и я несколько раз ловился на мысли что люди которые вот в шлеме они начинают становиться заторможенными понятно что можно провести опыт и показать что нет это не так вот я надену шлем и буду в нем вы меня кликните я расскажу о привет все хорошо все классно нет это не так заторможенность проявляется и появляется слово работа к шлему не применимо вообще эта игрушка дорогая богатая игрушка вы осваиваете вот в рамках этой эволюции осваиваете для себя новые функции управления что это такое а дальше следующий этап вы начинаете показывать его всем окружающим и говорит блин я выкинул нам 600 700 тысяч 500 тысяч полмиллиона классная игрушка вы начинаете убеждать людей потом люди вокруг вас заканчиваются кому можно это показать ну тоже второй третий раз показывать это как-то ну странно а потом возникает тема того что вы его не берете в руки и вы думаете ну вот передавить пользованный шлем как-то странно куда бы его дети давай-ка я его продам но в сша решается вопрос очень просто в первые две недели его можно сдать что многие начали делать и при этом нужно же объяснить почему вы делаете там кусочек вот такой супер продвинутой электроники отдаете обратно кто-то говорит меня подташнивает у меня красные глаза у меня там неприятие вот честно говорит я вообще не понял зачем он мне нужен я там гид я фанат технологии я купил его сейчас я не понимаю что с ним делать это пожалуй самое честное тоже вообще непонятно что с ним делать и когда говорят что ну с apple всегда так было пройдет там три четыре поколения недоработают улучшит и прочее вы знаете нет я вот не верю и объясню почему не вопрос в конкурентах конкуренты в общем-то реалити лапса от facebook признаны от мета признаны экстремистской организации в россии теряет в год вот в прошлом году 46 миллиардов они потеряли долларов у цукерберга не взлетает виртуальная вселенная не взлетает и они уже ориентируются на искусственный интеллект все больше и больше не бросают эту тему пытаются дожать ее но убытки будут расти и вполне исключение они не создали какой-то продукт который решает голову кровь проблем головокружения красный глаз и вот это все а самое главное не отвечает на простой вопрос зачем вот это самая грустная история даже непонятно зачем вот вообще непонятно я этого не знаю зачем поэтому какая-то такая история грустная я бы сказал на этом наверное все смотрите видео точнее видео вы уже посмотрели смотрите обзор на сайте там примеры фотографии видео самого устройства они достаточно к вел и ну то есть это не уровень современных смартфонов по понятным причинам камеры простые ну и в общем то устройство получилось весьма своеобразным и совершенно непонятно для кого и для чего она нужна тем более за такие деньги но вот считаете меня консерватором считаете меня человеком который не понимает будущего когда-то она наступит но явно не в ближайшие пять шесть десять лет я напомню что vr тема 10 лет активно развивается за 10 лет сделано огромное количество наработок разработок и действительно вот если сравнивать окулус и сравнивать то что мы имеем сегодня на рынке небо и земля за 10 лет пройден огромный путь но этот и другие продукты все равно не отвечают на вопрос зачем они нужны на этом все удачи хорошего настроения пока